Добрый день. Все меня слышно, видно. Пожалуйста, напишите в чате. Рада приветствовать всех на нашем вебинаре. Позвольте представиться. Меня зовут Ирина. Я представляю три отеля сети Marriott. И сегодня мы начнем сейчас с отеля Le Meridia Nalaka, который более всего популярен среди русскоговорящих туристов. Находится он в Эмирате Фуджейра. Получается расположение у него очень удобное. Всего лишь полтора часа от международного аэропорта Дубая и 45 минут езды от аэропорта Фуджейри. Открылся отель в 2002 году. Хотела еще сказать, если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте по ходу. Я буду стараться отвечать. Отель состоит из 218 комнат. Самый длинный пляж, который у нас составляет 230 метров, на территории Эмиратов, а также один из самых больших бассейнов Северных Эмиратов. Всего в отеле 7 ресторанов и баров. А также есть детский клуб и клуб для подростков, теннисные корты и еще несколько развлечений, о которых мы поговорим с вами позже. Переходя к комнатам в отеле. Из 218 комнат получается 42 классические комнаты. Классическая комната – это базовая категория комнат 48 квадратных метров. Есть кровати размера king size и кровати одинарные, как вот здесь расположены сейчас на картинке, если вам всем видно. Также разница между классическими комнатами и комнатой категории superior в том, что в комнате superior есть, простите, здесь нет на презентации, есть балкон. То есть, получается, всего в отеле 5 категорий комнат. Мы уже поговорили про классические и про superior. Superior комнаты с балконами, их больше в отеле, их всего 130. То есть, очень часто мы делаем апгрейд, если кто-то забронировал базовую категорию, мы делаем апгрейд на superior, потому что их больше в отеле. Размещение, возможно, двое взрослых и двое детей. Также у нас есть club rooms. То есть, club rooms, разница в том, что их всего 35. Они также 48 квадратных метров, но они расположены выше 15 этажа. И у них еще есть доступ в club lounge, где завтрак подается, а также освежающие напитки в течение дня. Дальше у нас идет категория комнат executive suite. Executive suite, их всего 10 в отеле. Они 97 квадратных метров и состоят из спальни, из зала, получается. Еще у них есть терраса, на которой, как бы, то есть, это личная терраса, на которую люди могут выйти и позагорать. Вот здесь вот на картинке нарисованы лежаки, фотография. Также размещение, возможно, двое взрослых, двое детей и один маленький ребенок. Так, следующее у нас идет, получается, сейчас, секундочку, подвисает немножко. Да, presidential suite. Presidential suite у нас только один, 750 квадратных метров, три спальни, джакузи. Также есть терраса, с которой открывается вид на 360 градусов. И еще хочу заметить, что все номера Бли Меридиан и Фуджейра имеют вид на море. То есть, у вас не будет выбора вид на сад, вид на горы, вид на море. То есть, весь вид всегда идет на море. Также, говоря про рестораны и бары, всего 7 ресторанов и баров, как я уже сказала. На фотографии вы видите ресторан, который называется Views. То есть, здесь будет проходить завтрак, обед и ужин. Для тех, кто забронировал на тариф, все включено. Также у нас есть ресторан Taste, который находится на улице. с террасой. И еще у нас ресторан Sappor, который очень популярный итальянский ресторан. И есть еще рестораны индийской и тайской кухни. Так, что-то я тут это... Сейчас, секундочку. Также есть бар на Rooftop на 20 этаже, всего в отеле 20 этажей. И еще lobby-кафе, открыто 24 часа. Значит, спа. Естественно, для тех, кто приезжает в отель, очень важно, так сказать, порелаксировать. То есть, у нас есть очень хороший спа, который предлагает разные массажи и всякие разные тритменты, которые можно только представить. и детский клуб. То есть, детский клуб, который находится на территории отеля, он позволяет родителям спокойно отдыхать, оставляя детей до 12 лет в детском клубе в течение дня. Также возможно запронировать, так сказать, няню, которая будет сидеть с детьми вечером за дополнительную плату. Также есть клуб для подростков от 12 до 16 лет, где наши аниматоры предлагают всевозможные развлечения для них. И также для взрослых. То есть, в отеле проходит достаточно много тимбилдингов. То есть, для взрослых есть тоже, например, вот канатная дорога, как здесь на фотографии. И также игры в теннис, и лазанья по стене, вот еще, да, и еще дайвинг-клуб. То есть, как бы... И отели, естественно, следуют всем правилам, которые появились после ковида. То есть, все абсолютно социальная дистанция и так далее. То есть, это у нас все в отеле имеется, потому что в Эмиратах очень строго за этим всем следят, естественно. Это наш менеджер Айша, в которой вы можете записать контакты. То есть, это буду не я, это будет Айша из отдела Leisure, которая сможет ответить на все вопросы, если у вас появятся после вебинара. Если есть сейчас какие-то вопросы по отелю Le Meridian Fuji R, пожалуйста, задавайте, иначе мы переходим к следующему отелю, Альмаха. Так, вопросов, вопросов, я так понимаю, нет. Значит, следующий отель у нас находится на территории заповедника пустыни. Он открылся у нас в 1998 году, а в 2010 году он включился в состав Мариота. То есть, он находится, как так сказать, в оазисе посреди пустыни, среди барханов. Состоит из 42 вилл. Сейчас вы видите на фотографии виллу базовой категории. Все виллы расположены вдалеке друг от друга, то есть, это обеспечивает полный приватный отдых. Вот, посмотрите, да, то есть, на разном расстоянии, но как бы люди друг с другом вообще абсолютно не пересекаются. То есть, номера продаются на полном пассионе, и есть возможность, чтобы им просто приносили в номер, получается, завтрак, обед и ужин, если они хотят идти в ресторан, так сказать. Вот, карта, получается, отеля. Всего на территории отеля 42 виллы. И в каждой вилле есть свой бассейн, то есть, не нужно ходить в общий. Также на территории отеля есть общий бассейн, но в каждой вилле есть отдельный свой бассейн. Да, конечно, Андрей, можно будет поделиться контактами в конце презентации без проблем. Так, базовая категория у нас называется Bedouin Suite. Их всего 37 в отеле, то есть, всего в отеле 4 категории номеров. Базовая категория у нас 75 квадратных метров с видом на пустыню. Вот то, что вы видите сейчас на фотографии, это не фотошоп, это так и есть. Значит, вот так вот вилла выглядит внутри. Расположение также, возможно, 3 взрослых человека. В этом отеле, прошу заметить, у нас детей мы не принимаем, так сказать, то есть, только старше 10 лет, потому что этот отель рассчитан на спокойный, уютный отдых для взрослых. В бассейне также возможность регулировать температуру, и в базовых номерах бассейн размером 5 на 4 метра. Вот вы видите здесь схему, получается, как выглядит. В каждом номере есть своя терраса, и в ванне, получается, есть и ванна, и душ, что, в принципе, очень удобно для наших гостей. Переходя к следующей категории комнат, у нас называется Royal Suite. Royal Suite – это 175 квадратных метров. Разница между Biduin Suite и Royal Suite – это две спальни. Да, и размер, естественно. Biduin Suite у нас был 75 квадратных метров, а Royal Suite – 175. Да, есть номера с раздельными кроватями, то есть можно выбрать либо с одной кроватью king-size, либо с двумя раздельными кроватями. Например, вот Royal Suite – там две спальни. То есть в одной спальне у нас king-size bed, а в другой спальне у нас две раздельные кровати. Здесь также возможность размещения 4 человека. Ну, и 5 человек, возможно, тоже, если брать номер с дополнительной кроватью. Вот, вы видите, получается, вторую спальню. С обеих спальнен идет выход на террасу с бассейном. Бассейн здесь тоже больше, чем в базовой категории. Вот, вы можете увидеть на схеме, как оно у нас все тут расположено. Получается, две спальни, зал и терраса, естественно, больше. Таких номеров у нас всего два в отеле. Получается, в основном отель состоит из обычных базовых номеров с одной спальнью и своим бассейном. Это вторая категория номеров, которых всего два. Дальше у нас идет следующая категория номера. Это идет у нас Emirate Suite. Emirate Suite – это тоже двухспальный номер, но с размером 375 квадратных метров. Также, получается, здесь две спальни, и разместить можно пять взрослых. Бассейн здесь, соответственно, идет больше, чем в другом. То есть бассейн здесь 12 на 4 квадратных метра. Так, вот, приблизительно, как будет выглядеть вид. То есть, прошу заметить, что вид просто на пустыню, то есть здесь не огорожено никакими другими номерами, другими виллами или еще чем-то. То есть вид идет на пустыню, то есть как будто вы одни абсолютно в отеле находитесь. И вот так выглядит схема этом номера. В принципе, то же самое, что и предыдущий номер, но плюс еще есть небольшая кухня и внутренний двор, так сказать. Так, и следующий номер у нас последняя категория. Это Presidential Suite. Он находится довольно далеко от всех остальных номеров. То есть он состоит из трех спален. Получается всего три спальни. Получается в одной спальне кровать King Size, и в других двух спальнях по две одельные кровати. Максимальное развещение 7-8 человек. Ну, зависит от того, берете дополнительную кровать или нет. Вот так выглядит этот номер внутри. Это общий зал получается. И вот схема номера. То есть вот как она у нас выглядит. То есть здесь большой внутренний двор, так сказать. Огромный бассейн личный, три спальни и кухня. А также есть комнаты для стаффа. Если кто-то привез, я не знаю, помощницу, няню для детей старше 10 лет, то есть есть отдельные комнаты с левой стороны, вы видите. Также получается в отеле у нас один ресторан, который называется Aldiwan. Есть международная кухня, а есть чисто арабская кухня. Тоже с видом на пустыню. Еще очень популярный ужин при свечах отдельно. Можно заказать прямо в отеле. То есть это, так сказать, романтический ужин, который делается посреди пустыни. То есть есть возможность попросить, чтобы кто-то из сотрудников отеля присутствовал. А можно просто попросить, чтобы еду поставили, и все уехали и забрали их в определенное время. И люди останутся одни на этине с пустыней. Также при бронировании отеля у нас включены развлечения. То есть можно выбрать два развлечения бесплатно в ночь. То есть что включает? Катание на лошадях, стрельба из лука, шоу с орлами, что очень популярно в Эмиратах, прошу заметить. Прогулка по пустыне. Потом мини-сафари. Прогулка на верблюдах. И также их могут вывезти в пустыню, посмотреть на заказ и предоставить какие-то напитки. Шампанское, безалкогольное. То есть по их усмотрению. Вот сейчас показываю. Значит, это общий бассейн. Это общий бассейн. То есть при желании, если им надоело сидеть в своем личном бассейне, они могут спокойно пройти в общий бассейн, который, естественно, больше. Но он делится со всеми остальными гостями. Также на территории отеля есть спа. Естественно, кому это будет интересно. И, то есть, как добраться до отеля? Получается, 45 минут от аэропорта Дубая доезжают до первого въезда. От первого въезда еще ехать приблизительно 10 километров по грунтовой дороге. То есть от первого гейта их забирают, гостей, забирают наши сотрудники и везут именно до отеля, чтобы чек-ин сделать и размещение и так далее. То есть, в принципе, дорога такая довольно увлекательная. И во время, как они едут по грунтовой дороге, то есть там на территории, это же заповедник получается пустынный, то есть на территории большое разнообразие газелей, ориксов и всех пустынных животных. Так, ну, также, естественно, все следуют после ковида социальной дистанции и так далее. Так, есть еще какие-то... Так, очень интересное отель для корпоративных групп. Какое количество человек в твин номера можно разместить? В твин номера можно разместить максимум 3 человека, но обязательно должна быть док-кровать. Ну, зависит. То есть на самом деле, если вам комфортно двое человек спать на одной кровати, то без проблем. Если нет, есть дополнительная кровать за дополнительную плату. То есть вот так. Так, значит, следующее. Переходим к нашему последнему. Так, еще один вопрос. А общее количество человек при двухместном размещении? Так, ну, то есть у нас, получается, базовая категория. Например, если вы берете бедуин-свит, базовая категория, две кровати в номере. Все равно максимальное размещение... Так, общее количество человек при двухместном размещении. Ну, два-три человека, возможно. Я не знаю, может, я не понимаю ваш вопрос. А, на отель. На отель. Все, я поняла. То есть у нас всего 42 комнаты в отеле, получается, 84 человека. Все. Отлично. Так, переходим к следующему отелю. Отель называется JW Marriott Marquis. Это самый высокий пятизвездочный отель в мире. Находится в самом центре Дубая. Вот, если смотреть на карту, получается, все видят JW Marriott Marquis, находятся прямо рядом с Бурш Калифой и с Дубай Молом. У нас есть шаттл в Дубай Мол, каждый час туда и обратно с 10 утра до 10 вечера. Также до Дубай Молома доехать совсем недалеко, буквально 15 минут на такси и до пляжа тоже, буквально там 7-10 минут на такси. А до аэропорта Дубая буквально 15 минут. Так, отель открылся в 2013 году. То есть мы не закрываем отель на реставрацию, она проходит постоянно, регулярно. Всего в отеле, как вы видите, 2 башни и 1608 комнат. В каждой башне одинаковое количество комнат, 804 номера. Башни абсолютно одинаковые. То есть никакой разницы нет, одна новее, одна старее, нет, абсолютно одинаковые. Несколько категорий номеров, что в принципе для такого большого отеля у нас всего, так сказать, 3 категории номера. У нас есть Deluxe Rooms и Suites, а также Penthouse. Deluxe Rooms у нас 44 квадратных метра, могут быть с кроватью King Size, могут с двумя отдельными кроватями. Максимальное размещение в номере Twin 2 человека, потому что нельзя поставить дополнительную кровать, там она там просто не поместится. Хотя номер достаточно большой, но так как кровати у нас Queen Size в двойной комнате, то есть дополнительная кровать просто не влезет. Но в King Size Room можно поставить дополнительную кровать. Так, Givora, значит, вопрос задали, разве Givora не самый высокий отель? Givora самый высокий отель в мире, это правда, но наш отель самый высокий пятизвездочный отель в мире. Потому что Givora это 4 звезды и там в основном апартаменты. Ну, а у нас, получается, отель пятизвездочный, то есть он самый высокий пятизвездочный отель в мире. Так. Также вы видите сейчас план комнаты обычной, в отеле есть, в ванной комнате имею в виду, есть ванна и душ. А также вид, кстати, вид из окна может быть абсолютно разный, то есть мы не продаем комнаты согласно виду, потому что вид у нас везде прекрасен, так сказать. Есть у нас комнаты Deluxe Twin. Также это я уже вам сказала, что там нельзя поставить дополнительную кровать, потому что, видите, места как бы не особо много и сами кровати, они большие, они Queen Size. Дальше это план комнаты, тоже 44 квадратных метра. И следующая категория номеров Corner Suite. То есть, да, все номера у нас идут без балкона. Почему? Потому что отель у нас 72 этажа, и то есть мы просто не можем... В некоторых номерах есть балкон, но все равно выйти на них нельзя, потому что мы не хотим никаких там случаев, мало ли что случится. То есть все балконы закрыты, и даже если вы позвоните на ресепшн, чтобы вам открыли балкон, то есть мы этого не сделаем. Corner Suite. Следующая категория номеров – 88 квадратных метров. То есть в два раза больше, чем стандартный номер. Стандартный номер, напоминаю, 44 квадратных метра. Значит, Corner Suite состоит у нас из спальни и зала. То есть вы видите здесь на этой фотографии кусочек спальни, и вот там вот зал, получается, продолжается. То есть здесь вот будет план номера самого. Как вы видите, зал, спальня и ванная комната. То есть у нас, как идут номера, получается, на каждом этаже у нас 14 номеров. 12 стандартных и два Corner Suite абсолютно на каждом этаже. Окно не открывается на прометривание. То есть у нас все зависит здесь от кондиционеров, как вентиляция проходит. Есть еще, так сказать, Executive Rooms. Но чтобы вам было легче понять, Executive Room – это обычный стандартный номер, где добавлен Executive Lounge Access. То есть это доступ в Club Lounge, так сказать. Но это такой же обычный номер, но он будет находиться выше 37 этажа. Да, есть у нас номера курящие и не курящие. Так, кстати, в Club Lounge у нас завтрак, и вечером в 2 часа Happy Hour – это алкогольные напитки всякие разные, в безлимитном доступе. Также у нас есть бассейн. В самом ресторане у нас еще… Все время говорю в ресторане. В самом отеле у нас 14 ресторанов и баров. Есть, да, в бассейне, получается, вид выходит на Бурш-Калифу с одной стороны, и с другой стороны такой, как сказать, водопад вечером с самой главной улицы Дубая, Шейзайт Роуд, то есть очень красиво. И 10 минут пешком до метро, то есть очень-очень близко расположен, потому что в Дубае, например, можно доехать от центра на метро гораздо быстрее, чем на машине. И также у нас есть в аэропорт можно заказать трансфер, в аэропорт и обратно. И еще недавно запустили шаттл до Мола Эмиратов, Мола в Те Эмирате. Интернет у нас включен и в лобби, и в комнатах. Можно бесплатно пользоваться. То есть поговорим сейчас о ресторанах и барах. Значит, здесь вот небольшая схема, карта, на каких этажах что находится. Мы сейчас детально проговорим про каждый из них. Prime 68 находится на 60. Шаттла на пляж у нас, к сожалению, нет. Мы планируем его открыть, но, надеюсь, скоро... Нет, башни выглядят не одинаково, потому что так сфотографировано. Но они абсолютно одинаковые, и они сделаны как бы в форме пальмы. Значит, Prime 68 у нас ресторан Steakhouse, который находится на 68 этаже с панорамным видом. Rang Mahal у нас очень скоро открывается. В следующем месяце у нас открытие – это индийский ресторан. Дальше у нас идет тайский ресторан, Tongtai. И тайский ресторан находится на 4 этаже. И Izakaya – это японский ресторан, находится на 5 этаже. Следующий у нас идет Kitchen Six. Это, наверное, самый популярный ресторан, который сюда приходят абсолютно все гости отеля и не гости. Это буфет, шведский стол, который называется Kitchen Six, потому что там 6 кухонь с разных стран мира. Абсолютно на любой вкус есть у нас. Потом занимает весь первый этаж в отеле. По Титану – это наш итальянский ресторан. Следующий у нас – мы переходим к барам медленно, но верно. Bridgewater Tavern – это наш спортсбар. Прямо рядышком с ним находится кафе Artua – это на улице. То же самое, в принципе, что Bridgewater – то же самое меню, но находится на улице с видом на канал, на террасе. Так, следующее. Следующий у нас идет Vault. Vault находится на 71 и 72 этаже в одной из башен, где открывается прекрасный вид. И это, так сказать, у нас там еще диджей каждый в границу играет. Это не такой кэжуал бар, я бы сказала, как Bridgewater. Также у нас есть Lafarine. Lafarine открыт 24 часа. Это французская пекарня, но там есть блюдо европейской кухни. То есть, если кто-то проголодался и хочет прийти, не хочет заказывать номер, могут спокойно пойти в Lafarine и покушать в любое время. Также у нас есть Aqua. Aqua – это, получается, бар возле бассейна. И еще lounge. То есть, обычный lounge в лобби, где тоже есть блюда европейской кухни. И можно посидеть, попить чай, кофе или провести бизнес-встречу. Спа в отеле находится на третьем этаже, открыт с 9 до 11. И там есть 17 комнат для массажа и всяких процедур. То есть, довольно большой. Ну, естественно, есть спортзал. И вот фотография бассейна. Вы видите здесь, и вот прямо за бассейном там буршка лива видно. Так. В общем, у меня все. Если есть какие-то вопросы, вот, пожалуйста, запишите контактные данные, контактный номер и e-mail Айше, менеджера дела Leisure, по всем вопросам, которые у вас назреют после вебинара. Пожалуйста, обращайтесь. Я оставлю этот слайд здесь. Пока, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Конференц-залы. Значит, депозиты. Сначала обговорим про депозиты. Про депозиты вы можете как раз написать Айше. Обычно, да, депозит у нас есть. Можете написать Айше отдельно по каждому отелю про депозиты. Про конференц-залы рассказываю. Значит, например, вот в Марки, который был последний отель, у нас 32 конференц-зала, а в Лемериде у нас тоже несколько конференц-залов. И даже в Альмахе у нас есть конференц-зал. Везде есть. То есть зависит от того, насколько человек вам нужно провести конференцию и какой формат. Какие этажи для курящих? То есть у нас нет такого, что у нас высокие или низкие этажи для курящих и не курящих. То есть оно зависит, как их распределили. То есть есть на высоких этажах, есть на низких этажах. То есть я не могу так сказать, какие именно этажи. Вот из 72 этажей для курящих и не для курящих. По ощущению, расстраиваем гостями, не проживающим в отеле. Вообще без проблем, да, у нас все приходят, которые проживают в отеле и не проживают в отеле. Русскоговорящий персонал, да, у нас есть на ресешене. В отеле продаж у нас, к сожалению, я сейчас одна, но у нас скоро придет новый сотрудник, говорящий на русском языке, именно отдел лэжи, который работает с турагентствами. В ресторанах, да, в ресторанах у нас тоже есть русскоговорящий персонал. То есть всего у нас персонала тысяча человек и, да, несколько человек русскоговорящих, конечно, есть. А в Лемеридиане, кстати, в Фуджейре, там достаточно много русскоговорящего персонала, потому что в основном приезжает очень много клиентов из русскоговорящих стран. Сейчас китайцы особо не приезжают, потому что страна закрыта из-за ковид. Спасибо, что сказали, что у нас классный отель. Отель, да, отель Марки действительно практически один из, да, самых огромных в Дубае, так сказать. Ну, больше, мне кажется, только, да, Атлантис. Так, если вопросов больше нет, так, кто-то еще печатает. Пожалуйста, пожалуйста. Если вопросов больше нет, тогда мы завершаем презентацию. Контакты, пожалуйста, запишите с презентацией. Айша, по любым вопросам, если что, я с ней нахожусь рядом в одном офисе, то есть можете даже на русском писать спокойно. Все, ответим. Все, жалко, что я никого не увидела, конечно, сегодня. Но, пожалуйста, пишите, звоните, и все тогда. Всего вам хорошего. Хорошего, удачного дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok